Фильм «Последний богатырь. Корень зла» стал лидером проката по итогам новогодних каникул. Он собрал уже свыше полутора миллиардов рублей. Семейная сказка идет в кинотеатрах и сегодня. О том, почему картина так притягивает зрителей, знает Александра Амелина. Где тут силушка богатырская нужна? Чудище! Неведомое объявилось. Это что еще за летающая башка, а? Уже за шесть дней проката фэнтези добралось до миллиардной в рублях отметки. Вторая часть вышла и стала такой же нашумевшей, как и первая. В сказочной вселенной живут Баба-Яга, Кощей, Богатыри и другие знакомые всем с детства герои. Те, о ком мы читали в книжках, ожили на экране благодаря известным актерам Елене Яковлевой, Кириллу Зайцеву и Сергею Бурунову. Кстати, персонаж последнего, Водянова, полностью создан при помощи компьютерной анимации. Данный фильм очень хорошо ворвался в прокат. С 1 января мест не было в принципе. Очень быстро скупали. Даже с условием того, что посадка у нас сейчас разрешена всего лишь 50%. Все равно люди пытались попасть как-то на сеанс. Очень-очень быстро, на 2-3 дня вперед покупали билеты. Местом съемок первого фильма должны были стать живописные самшитовые заросли в окрестностях Сочи. Но пришлось искать другую площадку. Из-за бабочек огневок, которые уничтожили зелень почти полностью. Подходящие скалы, по которым поднимались герои, нашлись в Кабардино-Балкарии и Адыгее. А сам древнесказочный мир – это Подмосковье. В этот раз киногруппа перемещалась между Подмосковьем, Карелией, Пермским краем и снова Кавказом. Зрители высоко оценили красоту природы. Мне понравился этот фильм. Интересный сюжет, хорошие актеры хорошо сыграли. Я ходил давно довольно на первую часть его. Мне она тоже очень понравилась и я обязательно жду третью часть. Многие дети и даже взрослые уже вписали персонажей в список любимых. Кстати, будет и третья часть в декабре 2021 года. Ее снимали вместе со второй. Создатели картины говорят, что в предстоящей ленте появится Филипп Киркоров. Он примерит на себя образ жар-птицы. Благодаря таким фильмам всем нам известные персонажи из детства оживают и играют как-то по-новому. И это, конечно же, не может не радовать. Отличное кино, доброе, веселое для взрослых и детей. Всем советую. Прокат продолжается. Последний богатырь – корень зла в кино и сегодня. Легкий юмор привлекает посетителей всех возрастов. Только в Хантамансиске семь сеансов в разных кинотеатрах города. Александра Амелина, Никита Ручкин. Вести Егория. Хантамансиск.